Впереди нам показалось уже окончание убьюзной бухты города. И видите, насколько здесь спокойно нет, не то что шторма, даже волны не бывает. И поэтому вот наши сироты вынуждены здесь держать свои яхты. Справа наверху ближайшее к нам здание это морская библиотека имени Льва Толстого. Великий русский писатель воевал в нашем городе на четвертом бастионе и написал некоторые произведения той поры своей жизни, в частности севастопольские рассказы. Следующее здание с высоким шпилем это матросский клуб Черноморского флота. И вот если вы от него пойдете влево по этому зеленому холму, это исторический бульвар города, где в красивых аллеях находятся множество памятников, старинных пушек, якорей, то вы приходите в здание с куполообразной крышей севастопольской панорамой. Панорама это музей. В мире всего таких шесть. Там расположена панорамная картина художника-баталиста Франца Рубо, изображающая один из дней штурма Малахова Кургана, который мы с вами видели. То есть находясь в панораме, вы переноситесь на высоту Малахова Кургана и с этой высокой точки видите весь город вокруг, что происходит в тот день, 6 июня 1855 года. Идет штурм. С разных сторон наступают турки, англичане, французы. Город в огне, на ряд бухти корабли. Обязательно стоит посетить этот музей тем, кто там ни разу не был. Перед нами три новых противодиверсионных катера проекта «Грачонок». Вообще их пять на флоте за последние два года поступило. Два из них сегодня несут охрану строительства Керчевского моста. На сукупрокалиберный пулемет в корме автоматический гранатомет есть переносной зенитно-ракетный комплекс «Аса-М». Ну а перед нами две новых подводных лодки класса «Варшавянка». На Черноморском флоте шесть таких новых лодок, самые старшие из них четыре года. Все названы городами России. Перед нами Новороссийск, а следующая – Великий Новгород. Рассорт на Дону вышло вчера рано утром в море. Натомцы называют такие «Варшавянки» «черные дыры» за их бесшумность под водой. Корпус и винты у них покрыты резиной. Погружаются лодки на 300 метров, длина 74 метра, ширина 11. Экипаж 76 человек, из них 16 офицеров. Ну а вооружены такие лодки, как торпедами, так и крылатыми ракетами «Калибр», дальность стрельбы которыми 2,5 тысячи километров. Лодки дизельные, атомных не бывает в Черном море по конвенции. Но впереди еще две лодки советской постройки. Они в море уже не ходят, но еще не списаны. Первая лодка, ближайшая к нам, это бывшая и единственная лодка военно-морских сил Украины – Запорожье. Ну вот Украина нас покинула, лодку забирать они не стали. И сегодня речь идет о том, что ее будут передавать в Балаклавский музей подводников. Вторая лодка покороче, это бывшая ракетная. У нее в носовой части две горизонтальные ракетные шахты. Сегодня ее используют как электростанцию для обеспечения береговой базы, а также как тренажер. Наверху справа мы видим красивые белые здания. Это бывшие лазаревские казармы. Они были построены в конце 18 века по приказу адмирала Лазарева. Здесь располагались матросы с тех кораблей, которые были на длительном ремонте, либо на отстое. Наши адмиралы заботились о своих моряках и построили такие шикарные казармы. Это был первый опыт в мире здесь, в Севастополе, в постройке береговых казарм. До этого на всех плотах мира, во всех странах, всегда и всюду моряки жили только на своих кораблях. Сегодня здесь находится филиал Московского государственного университета.